Привет, Иси! Это Зельда. Означает, что мы продолжаем наш с тобой спасение Хайрула. В прошлой серии в конце я попросил тебя написать в своих комментариях, что мы будем делать дальше. Большая часть комментариев проголосовала за то, чтобы мы снарядились, набрались сил и только потом шли на Ганна. Также утверждали, что без мощного снаряжения я просто не смогу победить Ганна. Поэтому мы продолжаем путешествовать и искать снаряжение. Но прежде чем мы отсюда уйдем, мы поболтаем с Трелисой. Я все видела. Поверить не могу, что загадочная Молдора уничтожена. У меня нет слов. Хотя что-что, а слова у меня всегда найдутся. В общем, это сенсация. Я посвящу тебе целый выпуск своего журнала. Сразу начнем с интервью. Ээээ, какое интервью? Ты о чем? У меня дело по горло. Не хочешь? Жаль, конечно. За тобой ходили бы толпы фанатов и обожателей. Папарацци, никакой личной жизни и все такое. Ладно, не стану уговаривать. Буду дальше собирать материал в городе Геруда и окрестностях. Вот это другое дело. Святилище Миссисума А кто это тут такой лежит? Это конец. Ты че? Я как раз нашла святилище. Горло пересохло, не могу пошевелиться. Это конец. Мне бы один последний глоточек холодного. Вой давай. Вой давай. Придется в деревню Геруда ехать. Иначе я ее не оттащу от этого контроллера. Вся проблема только в том, что... Я выгляжу как несовершеннолетняя девочка, и поэтому... Скорее всего, вай да вой мне не продадут этот. Но попробуем. Как я и ожидал. Мне сказали, что я слишком маленький, типа, вали отсюда. А я сейчас ей скажу, вой давай. Хочешь попробовать мой фирменный коктейль? Хочу. Ничем не могу помочь. Чтобы приготовить вой давай, нужен лед. А он кончился. Да и рановато тебе такое пить. У тебя еще молоко на губах не обсохло. Даже не проси. Но вообще-то... Что? Поки попала в беду? Я бы с радостью ей помогла. Но у меня действительно кончился лед. Мы храним его в леднике. Но сама я туда долго добираться буду. Я принесу. Это было бы здорово. Все-таки Поки моя лучшая клиентка. Ледник северу от города. Там у нас Анта работает. Объясняя ситуацию, я надаст тебе лед. Хм... Нести лед по пустыне. Потом через город. Нет. Пожалуй, это слишком сложно. Я буду ждать тебя у входа в руины, который находится между городом и ледником. Вот так-то. Какие сложности доставить вой давай. Переться туда на своих двух по пескам сложноват. Поэтому я прикуплю себе котейку. Отлично. Давай, котейка. Неси меня, как ветер. Ого-го. Кроволуние, кажется, лезет. Смотри-ка. Сейчас будет капец. Усо. Прибыли к леднику. Кажется, где-то здесь. Да, северный ледник. Замечательно. О-о-о. Здорово, чё дрыхнешь? Анта, вставай. Отстань, я сплю. Если что-то нужно, приходи позже. Капец. Мне лед нужен. Кстати, льда тут приличненько так. Какой бы кусман стащить? Может быть, вот этот вот здоровый? А как его это... Как его взять-то? Короче, без помощи вот этой дрыхнущей тетки нам, походу, льда не видеть. Придется немножечко переждать. Давай разведем костричь прямо на входе. Вот здесь вот. А чтобы его развести, нам понадобится всего лишь огненный меч. Даже не нужен будет этот, как его? Кремень. Зажигаем. Отлично. Ждем дня. Двенадцать дня. Я надеюсь, что та тетка проснулась. Ага, отлично. Здорово. Это ледник. Здесь хранится лед, который приносит с горы к северу чудо. Лед для нас очень ценен, поэтому я охраняю ледник круглосуточно. Ну, почти. Вообще-то мне он нужен. Как мне его взять? Вот оно что. Ну, раз лед просит сама Фуроса, я не могу отказать. Только неси лед сразу Фуросе, иначе он растает. Вряд ли ей нужна вода. О, божечки. Я ж не добегу. Я ж не добегу до нее. По песку тащу глыбу льда. Ой, капец. Мне бы в другое время суток, и мне нужно бежать по теньку. От тенька в тенек. Только так я смогу донести этот лед. Смотри, 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 как он тает. Фига себе, как он тает-то быстро. Он становится меньше на моих глазах. Я ж его не донесу. Блинский. А еще я одет неподобающе. Ладно, пофиг. Буду как-то выкручиваться. О, он совсем маленький. Как вариант, я могу переждать до ночи. Может быть, он не растает, а? Как думаешь? Блинский, ты посмотри. Тут еще и эти черти ходят. Ящерки. Думаю, что надо лед положить. И пойти раздать лещей. Эй, хладнокровная, ну иди сюда. Сейчас я вам припадам урок. Хотел огоньком в меня пульнуть. Негодяй. Ой-ой-ой-ой-ой. Лед-то тает, по-моему, нет? Нет, со льдом все огонь. Все путем. Все, уложил на лопатки всех монстрюганов. Теперь нужно двигаться дальше. Опа. Так. Как бы мне теперь туда добежать? Ладно, что, побежали. Давай, 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 давай. И кидаем его в тенек. Вот так хорошо. Ух. Ну, такими темпами есть вероятность, что я его донесу. Хотя я очень маленькая. Пошли дальше. Давай, 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 давай. Птенечек вон туда, вон туда, вон туда. Кидаем. Шикарно. Он так катится прикольно. Почему бы мне его и не катить? Черт, там опять эти ящеры. Ой, зря я туда это сделал, кинул. Надо было в обратную сторону. Вот здесь вот его положить. А тут, кстати, сундучок в песке. Дай вытащим. Опа. Кто-то в меня там стреляет, да? Вы что, оборзели, что ли? Я вас сейчас тут всех заморожу. Ху. Сбоку. Офигеть, я тебя даже не видел. Офигел. Ты офигел, слышь? Кто-то огнем меня хотел зажарить. Нет, шашлычок из меня не получите. Ни за что. Че, метишься? Ну, меться. Ха-ха. Ледяная стрела против огня. И, конечно же, я вин. Все, меч почти сломан. Но я успеваю уничтожить этого кабана. Ули. Давайте посмотрим, что в ящичке. Золотой лук. Ой, какая фигня. До исключения того, что он сам по себе золотой. Урон от него никакой. Так, уже ночь на дворе почти. Жара спала. Чем меньше градусов на улице, тем медленнее тает лед. И это нам на руку. И мы, в принципе, в принципе, мы уже почти дошли. Почти донесли. Где-то здесь эта тетка должна быть. Вон она. Я ее вижу. Эй, сюда. Неси лед сюда. Да не суй, что ты меня останавливаешь. Вот, лови свою глыбу льда. Узнаю лед из нашего ледника. Теперь я могу приготовить отличный коктейль. Скажи, Поки, что ее любимый Войда Вой ждет ее здесь. Уж я-то ее знаю. Как услышать это название, сразу силы появятся. Эй, алкоголичка. Твой напиток там ждет тебя? Я больше не могу. И сохну здесь. Иди к барменше, она тебе коктейль там приготовила, вообще-то. Че? Меня ждет Вой, давай. Мой любимый коктейль. И я побежала, совок. Че-то как-то вяленько-то бежишь. Вой давай, выполнено. Ну вот, наконец-то, мои святилища. Я проникну в тебя. Дар Мисесума. Тут даже никакого испытания нет. Просто сундучок. Видимо, там дар лежит. Алмаз. Вот это дар. Да уж. Возвращаемся к нашей главной задаче. Нам нужно найти следующую точку с этого камня. А именно, а именно, именно вот эту. Она находится неподалеку от того места, где мы сейчас таскали лед. Так что, возвращаемся туда. Вон оно, то место. Оно прям сияет таким странным цветом. Синеньким. Какой-то купол, что ли, там. Это портал? Офигеть, портал. Жесть. Что это за портал? Давай попробуем в него заехать. Только с другой стороны. Гонка, что ли, какая-то будет, а? Ночная. Так, точно, гонка. Ну че? Ну че? Карта сдохла. Ничего не показывает теперь. Сейчас я чувствую тут агребу. Уууу, тут еще и вихрь. Финалочка, финалочка, давай подожмем. Ну, гони же. Готово. Я сундучок там вижу. Морс, морс, морс. Подожди, подожди меня. Подожди, я не хочу здесь один... Погнали. Ключи. Где эта башня-то вылезла? А, ладно. Ууу, какой-то шестый. Такама-сири. Вот это я жестко, моржак. Конечно, в камень вдарил. Теперь давай откроем этот сундучелло. Ух ты, золотая рупий номиналом 300 рупий. Я такой еще не находил. Я богат. Заходим в святилище. Универсальный куб. Где куб? Я понял, что все нужно решать при помощи куба. Значит, тут понятно. У нас электричество, которое нужно пропустить вон в ту сторону. Легче некуда. Берем, толкаем, пропускаем. Все, огонь. Только, наверное, надо было немного по-другому сделать, да? Надо было вначале сюда перебежать. А потом его подвезти. Ох. Тут такая же ситуация, наверное. Ух. В общем, там ничего интересного не было. Я быстренько попереставлял эти все камни. Точнее, кубы. И получил эмблему набори. То есть, теперь у меня две эмблемы. Осталась третья. Короче, берем маржа и валим отсюда. Так, маржи... Маржи не мои были. Это дикие маржи. Надо кого-то же приручить, блин. Это капец как сложно. А, как насчет стадиса? А, они в стадис не берутся. Ой, капец. Тут сильно жарко становится. Карта не работает, помехи. И что делать? Маржи, выручайте. Мне без вас вообще никак. Стой, твою ж маржовую бабку. Тихо-ка-тихо-тихо. Сейчас мы с тобой покатаемся. Давай! Есть! Дико никого приручил. Теперь можно валить. Короче, третье испытание, скорее всего, находится здесь. Возле логова клана Ига. Вот тут вот мы сражались с самим главарем клана Ига. Вот она, эта территория. А вон там вон стражи, которые типа переодеты как странники. Здорово, ребят. Как ваш ничего? Че тут стоите-то хите? Ай, не знаю, даже поболтать с ними или нет. Но они по-любому из клана Ига. Довари с ним. Поговаривает, клан Ига был разбит. Причем одним единственным героем. Если это так, то почему эти бандиты до сих пор нападают на путешественников? И все бананы с пальпы обрывали негодяи. Опять что-то замышляют. Одно я знаю наверняка. Они истощили у Геруда сокровища. Что-то вроде волшебной сферы. И держат ее на складе, кажется. На втором этаже. Но я туда не сонусь. Кто не рискует, тот не страдает. Ага. Значит, ты все-таки не бандит. Из клана Ига. Хорошо. А ты? Ты тоже за ней сюда пришел? Ну, в смысле, из-за древней сферы. Да, за ней и самой. Бандиты Ига стащили ее у Геруда прямо из-под носа. И спрятали здесь, разумеется. Наверняка эту штуку можно продать за хорошие деньги. Потому-то я за бандюгами не тащилась через пустыню. И знаешь, наверное, зря. Ой, кажется, поняла. Наверное, они хотят сбросить древнюю сферу в эту дыру. Совсем как гласит легенда. Так, ясно. Надеюсь, что здесь никого нет. Никто ничего не охраняет. Бананов сколько. Сколько бананов-то. Будет что сегодня вечерком пожевать? Ну, поскольку я клан Ига разбил. Я надеюсь, что здесь их будет очень мало. Вон там ходит стражник. Здесь стражника нет. Вон они, стражи. Вон они. Придется их закумарить. Не хотелось, но что поделать. Готовченко. Есть один. Осталось еще двое. Там заново появились ресурсы. Это замечательно. Свистнем, свистнем. Опс, чуть не запалился. Там еще рубинчик. Сейчас тоже свистнем. Успеем, не успеем, успеем, не успеем. Успели. Рубинчик забираем. Обожаю к бандюганам в кости ходить. У них столько всякого интересного. Блин, зачем я бочку поднял? Давай я вон туда выкинем. Как ты меня не слышишь? Я такой громкий. В своих доспехах. Отлично. Все, мы забрали все. Осталось только подняться наверх. Опа-жи. А вот она и сферка. О, здесь снова куча бананов. Обалдеть. Сферку забираю. Скидываем. Опа. Мне все-таки кажется, те, которые стоят у входа, когда увидят, что я вытаскиваю сферу, переоблачатся сразу в бандитов. А, часто мы это увидим. Нет, слушай. Вообще кайфово. Никаких бандюганов нет. Короче, просто сейчас скидываем сферу сюда. И по идее все должно быть угонь. Оп. Ага, упала. Я услышал. Свершилось! Последнее, третье испытание Урбозы. Оу. Чувствую, сейчас будет вообще. Осмотреть. Короче, у нас есть куб, который нужно крутить-вертеть. И нужно сделать так, чтобы с него выпал какой-то шарик. Но он чего-то не падает, потому что тут нет отверстия. Наверное, вот эти сферы нужно как-то выстоять, что ли. Ааа, я понял. Нужно сосчитать, сколько там сфер. Сколько у нас там красных. Я насчитал пока только одно. Короче, красных одна. Зеленых две. Остался фиолетовый и желтый. Ну что, вроде будет четыре фиолетовых и два желтых. Сейчас узнаем, прав я или нет. И два желтых. Ну да. Есть! Все получилось. Тут у нас есть еще загадка с сундуком. Но не совсем понятно, что сюда нужно притащить. Короче, где-то должна быть вот такая вот сфера. Вон она. Но я не знаю, как. Может быть, получится вытащить? Нет, вытащить ее оттуда никак не получится. Аааа. Кажется, я понял. Давай-ка мы развернем крышечкой вот так вот к низу. И эту крышку, скорее всего, да, можно выдавить. Или открыть. Что-то, короче, с ней можно сделать. Во-во-во. Двигается. Вот так вот. Высыпаем сферки. Шикарно. Стой, 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 стой. И вот такая вот сферка у нас всего там, по-моему, одна. А, нет, не одна. Раза, два. Если брать в расчет еще вот этого, то получалось там три. Три сферы. Но на данный момент там сейчас два, потому что эту сферу мы с тобой вытащили. Давай, значит, поставим два. Нет, не шиша. Значит, три. Надеюсь, что-нибудь ценное. Копье молнии. Волшебное копье, в острее которого заключена вся мощь молнии Плата Грома. Если наконечник ярко светится, при взмахе копье ударит врага током. Ты три эмблемы получил. Теперь ступай к чудищу в анаборис. Прибыл. Че, кого? Мне кто-нибудь что-нибудь расскажет тут? О, тот, кто вернулся к чудищу от имени богини Хайли. Испытание тебе предлагаю. В обмен на эмблемы на борис, в мир своих страхов и воспоминаний, ты ступишь. Готов будь ко всему, ибо даже умея иллюзернам потребуется храбрость, чтобы истину постичь. Продолжение следует... Продолжение следует...